всем привет с вами фокс мудер и сегодня мы поговорим о таком явлении как белый шум и о тех феноменах которые с ним связывают белый шум это разновидность стационарного то есть постоянного по мощности спектрального распределения названного белым по системе цветовых шкал спектральная характеристика белого шума отражает практически равномерное распределение мощности во всем звуковом диапазоне начиная от верхней границы инфразвука и заканчивая нижней границы ультразвука поэтому по аналогии с белым светом включающим в себя электромагнитные волны во всей видимой части спектра такой шум был назван белым и естественным генератором белого шума является водопад но водопад излучает не только белый шум но и розовый точнее человек находящийся на значительном удалении от водопада будет воспринимать доносящийся до него шум уже как розовый природа данного артефакта кроется в том что высокочастотные составляющие звукового спектра более подвержены затуханию в атмосферном воздухе и распространяются на меньшие расстояния нежели низкочастотные звуковые колебания с математической точки зрения спектральная плотность мощности розового шума обратно пропорционально частоте и равномерно убывает по логарифмической шкале частот белые розовые шумы можно встретить практически повсеместно так например они генерируются человеческим организмом вследствие тока крови по сосудам а розовый шум можно обнаружить в сердечных ритмах и графиках активности головного мозга некоторые педиатры рекомендуют родителям включать для своих новорожденных детей записи белого шума так как это якобы способствует нормализации сна и имеет успокаивающий эффект с белым шумом связаны два интересных феномена имеющих паранормальную направленность первый из них это эффект гансфельда а второй это феномен электронного голоса эффект гансфельда в переводе с немецкого полное поле или перцептивная депривация это феномен восприятия вызванный нахождением человека в бесструктурном зрительном или слуховом окружении данный эффект возникает вследствие того что мозг изолированный от источников визуальной информации пытается дополнить картину происходящего с помощью белого шума интерпретируя его верхней зрительной корой головного мозга что порождает галлюцинации об эффекте гансфельда как о практике изоляции ума знали с древнейших времен в некоторых странах средиземноморья например в греции последователи пифагора проводили долгие часы в темных пещерах чтобы обрести мудрость через переходящие к ним видения данный эффект был известен и в тибетских традициях дзокчен и бон и называется практикой темный ретрит ретрит проводится в одиночестве и полной темноте и считается одной из наиболее сложных и опасных практик в рамках указанных традиций к нему допускаются только те практикующие которые добились равновесия своего ума в обычном состоянии сознания и в совершенстве овладели способностью управлять своими эмоциями а также останавливать поток собственных мыслей считается что в противном случае природа возникающих видений будет не спонтанным проявлением просветленной природы а лишь проекциями дуалистического ума рефлексирующего на собственной личности или же будет иметь кармические следы это может повлечь устрашающие галлюцинации и различные расстройства психики опытные мастера способны проводить в темном ретрите месяцы годы и даже десятилетия юродивый монах отшельник который 12 лет пребывал в темном ретрите 12 лет вот здесь в темной комнате заперти оставался и около 10 лет по-моему не видел вообще никаких людей посторонних апофеозом данной практике считается обретение практикующим радужного тела или иными словами пришествия огня изнутри когда физическое тело дематериализуется из физического мира оставляя на память о себе только ороговевшие участки кожи волосы и ногти а также одежду в которой это тело было обличено при жизни внешне это выглядело как радужное сияние осталось лишь одежда куча тряпья и ороговелые части волосы и ногти монахи показали нам эти остатки одежды для них это бесценная реликвия хотя относятся они к этому совершенно спокойно второй эффект с которым в массовом сознании связан белый шум это феномен электронного голоса напоминающего человеческий и проявляющийся на аудиозаписях шумов и хотя фэгг не является научно обоснованным фактом но он имеет тысячи примеров и свидетельств по всему миру которые научное сообщество просто не может игнорировать благодаря нему люди общаются со своими унышими родственниками и близкими или же с теми низшими сущностями которые себя за них выдают полк малдер лэнгли кажется кажется ты знал меня как лэнгли одинокий стрелок лэнгли малдер я мертв впервые подобный артефакт был обнаружен в 1959 году шведским кинопродюсером фридрихом юргенсеном при прослушивании сделаны им записи голоса птиц помимо пения птиц на магнитной ленте обнаружила запись постороннего мужского голоса на норвежском языке благодаря некоторой схожести от норвежского и и шведского языков юргенсен понял что голос повествует о звуках издаваемых птицами сначала юргенсен принял случившееся совпадение за наводки сигнала широковещательных радиостанций но когда навел справки то понял что ни одна из норвежских радиостанций в этот день не осуществляла трансляции подобного содержания тогда юргенсен начал проводить целенаправленные исследования по изучению этого феномена вскоре ему якобы даже удалось установить связь со своей покойной матерью последователем фридриха юргенсена стал латвийский психолог константин раудиви который благодаря своим исследованиям в области феномена электронного голоса получил мировую известность и опубликовал несколько книг не слышимое становится слышимым и переживаем ли мы смерть кроме книг раудиви оставил после себя огромную фонотеку магнитофонных записей содержащих голоса и протоколы их расшифровки феномены гансфельда и электронного голоса слишком объемны чтобы полностью раскрыть их в одном коротком видео о белом шуме возможно если у меня будет больше свободного времени и я увижу ваше неподдельное желание то сниму и смонтирую по ним отдельные видео если вам понравилось данное видео то вы можете поставить подним лайк и подписаться на канал